Сомнений практически не остается. Атаки будут продолжены и предугадать следующую цель практически невозможно. Именно это означает упомянутый термин «насыщенная кампания террора». Сегодня многие отечественные политики занялись поиском виноватых в произошедшем. Причем винят они не только террористов. Бывший командующий сил обороны Эстонии Анс Ланелс, являющийся теперь депутатом парламента, возлагает вину на европейских силовиков. Он считает, что за годы, прошедшие с окончания Холодной войны, силовые структуры стран Европы растеряли хватку, а политики излишне расслабились. Если взять Западную Европу, то можно сказать, что это тепличная цивилизация. После развала Советского Союза, окончание Холодной войны, по сути, охватило эфорию всю Европу, весь Запад. В том плане, что теперь период или времена больших войн и кризисов прошли. И на этом были настроены все государства в Западной Европе. Практически довели до нет вооруженные силы, естественно, до минимума доведены специальные службы. Люди отвыкли, даже потеряли, может быть, инстинкт самосохранения. Глава эстонской консервативной партии Март Хельме также винит во всем европейскую политику, но не силовую, а миграционную. По его мнению, мы сейчас пожинаем плоды ошибок, сделанных руководством Западной Европы десятки лет назад. Тут как раз подоспело сообщение о том, что в ближайшее время первые беженцы, иракская семья с детьми, а также граждане Сирии и Йемена прибудут в Эстонию. Так что, оценивая произошедшее в Бельгии, Хельме, что называется, оседлал любимого конька и набросился на миграционную политику, которую надо полностью пересмотреть, иначе не избежать беды. Это действительно война, и эти трагедии будут продолжаться. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Но в чем я вижу сейчас проблему? Проблема в том, что политическая элита Европы, в том числе и политическая элита Эстонии, не хочет никак согласиться с тем, что все это связано и с иммиграцией, и с исламом. На взгляд же более дипломатичного Марка Миккельсона, брюссельская трагедия наглядно показала то, что даже единая Европа не сможет успешно сопротивляться подобного рода террору. Ключ в сотрудничестве всех региональных и мировых держав. Международное сотрудничество, особенно и теми странами, например, в Ближнем Востоке, как в Саудовской Аравии или другие, чтобы иметь долгосрочную стратегию, чтобы все-таки бороться этим злом, мы должны понимать и быть готовы, к сожалению, что эти новости будут с нами на многие годы. Сегодня в Брюсселе проходит встреча министра внутренних дел и юстиции стран-членов ЕС. Возможно, именно там будут приняты серьезные решения, которые смогут гарантировать европейскую безопасность. Алексей Иванов, Андрес Лорант, Первый Балтийский канал.